добрый день уважаемые зрители выгон он сезон че казан 18 октября 2023 год хазырмин ембекши газа гаудан даман был алматы облысы выгон барат на ул мыс малыбай едем населенный пункт малыбай по старым данным которые в интернете там проживает примерно 5-6 тысяч человек данный сельский округ тоже называется малыбай и находится примерно ух 130 километрах от алматы мое путешествие по алматинской области на автомобиле чанань cs55 плюс продолжается мне дали как раз на тест-драйв на пару дней это компания чанань казахстан в будущем тоже надеюсь получить и другие модели на тест-драйв посмотреть вообще что-то как покататься и конечно же попутешествовать по нашему казахстану посмотреть аулы так скажем будем изучать дальше кстати говоря данный автомобильный бренд многие также называют чанган а так читается чанань сейчас еду вдоль большого алматинского канала в целом малыбай конечно можно заехать и по другой дороге но я вот здесь оказался по данной трассе сегодня побывал в населенном пункте асы саға и таусыгыр сейчас будем Мы будем проезжать через реку Шелек, как еще называют Челек, и на той стороне должен начаться населенный пункт Малабай. В целом, если перевести слово Малабай, то получается богатый на домашний скот-аул. Ну, так скажем, видимо в этом ауле и вправду там много барашков, коров, лошадей и так далее. В этих краях особо никто не держит верблюдов, в основном так. Так, ну что же, проближаемся, все ближе и ближе. Добро пожаловать в Малабай. С левой стороны есть вышка связи, уже началась территория аула. Аул довольно-таки большой, крупный. В данном ауле должен быть школа, садик, полицейский участок, акимат и многое другое. Там амбулатория тоже должна быть, на Денит ее должен быть. Так, какая-то дорога пошла в сторону домов. Появились какие-то знаки, стрелки. Что-то первую такую разметку вижу, чтобы на асфальте рисовали стрелки по направлению, куда я еду. Интересно, конечно, куда они приведут, если по ним ехать. И еще стрелки. Дорога здесь, конечно, асфальтированная, но неровности есть. Так, дорога здесь еще направо уходит, тоже есть. Так, а интересно, центральная дорога вот эта куда идет? Сейчас мы тут все посмотрим. Ух, здесь дороги испортились резко. Оказывается, с левой стороны дороги есть тротуар. И там вот идут барашки. С правого поля. Но, кстати, дорожного освещения я не видел. И по некоторым улицам там что-то перекопали. Видать, прокладывают какие-то трубы. Здесь есть вот такой забор, частично бетонный. На заборе полумесяц. А, это может быть кладбище, кстати говоря. Да, точно, вижу... Вижу могилы. С правой стороны кладбище. Получается, центральная улица, походу, никак не проходит через центр аула. И он напрямиком выходит туда. То есть, я вижу, что там, кажется, уже аул заканчивается. Прикольно. Ну что ж, предлагаю сейчас проехать целиком аул по данной улице. И потом уже вернемся обратно. Посмотрим, что есть в центре аула и как он вообще выглядит. Слева тоже какие-то поля. Вижу какое-то заброшенное сооружение большое, старое. Видимо, во времена совхоза здесь тоже были, как говорится, крупные предприятия. И вот конец аула Малбай. Ох, ну что ж, предлагаю развернуться и вернуться аул. Малбай-аула. Погода сейчас плюс 19 градусов. Утром, когда выезжал из Алматы, было плюс 7. Вернулся на данный перекресток. Здесь есть дорога как вниз, в сторону аула. И также есть наверх. Посмотрел по карте, в верхней части тоже есть какое-то продолжение аула. Или какая-то частичка аула есть. Также, кстати говоря, как помню, в этих краях есть RAF Service, который сплавляется по реке Щелек. Как-то я здесь давно был. Только не помню, чтобы дороги были асфальтированы. Но в целом, дорога здесь хорошая, кстати говоря. Вот прям и без... А разметки есть, но старые. Но дорога отличная. Ну что же, я доехал здесь почти до конца асфальта. И здесь, оказывается, находится Куктерек аула. Если честно, я впервые слышу про данный аул и посмотрел в интернете. То есть не нашел никакую информацию о данном ауле. А местные жители говорят, что данный аул смотрит... То есть, ну, относится к сельскому округу Малабай. А в интернете пишут, что аул Малабай единственный в своем сельском округе. Вот. И получается, не знаю, может быть это новый аул. Но о нем почти никакой информации нет. То есть, местные жители говорят, что здесь проживает буквально 40 семей. Здесь по данному аулу Куктерек тоже есть вот разрушенные здания какие-то старые, видимо. Тоже было какое-то предприятие в свое время. Сказали, школы нет. Все относится к Малабай и как бы ничего здесь нет. Вот. И вот есть надпись Куктерек аула. Не знаю, насколько... Насколько это отдельно стоящий аул. Вот. Быть может, это какой-нибудь микрорайон, типа Шагнаудан. Малабай ауны Шагнаудан. Вот. Ну, наверное, для этого нужно будет сейчас в Акимат заехать местно. И там уже уточнить вопрос. Может, там кто-то даст какое-то пояснение. Вернулся в Малабай. Так, я думаю, это, наверное, центральная улица. Да, вроде никаких там раскопок ничего не ведут. А знак есть. И давайте прокатимся теперь в аул. Ну, что-то дороги пока что не радуют. Появилось дорожное освещение. Тоже что-то, кстати, копают. Наверное, это будет прокладывать воду. Вот эту улицу тоже раскопали. Вот трубы лежат. Да, по отметке... По синей отметке можно увидеть, что это вода. Да, в сторону Кукти-река дорога была получше, чем в эту сторону. Здесь прямо и ямы есть, и неровности есть. Несмотря на то, что есть дорожное освещение. Тоже есть вот такие ответвления. Асфальтированные дороги тоже. Едем дальше. О, ну вот мы добрались. Здесь, походу, школа находится. Большое такое двухэтажное здание. Вот такое вот здание есть. Кель-балалароклак. Также рядом со школой есть большое футбольное поле. Есть вот такие вот плакаты детей, как они переходят дорогу. Пешеходные переходы есть. Видимо, раньше у школы была котельная. Сейчас что-то выглядит в так себе состоянии. Но, видимо, построили новую. Жумобековку сейчас. О, там, кажется, вдали вижу мечеть. А вот и местная мечеть. Улица Дуганова. Такой вот вход в мечеть. Что-то не пойму. Ну, там тоже, как бы, купол есть. И тоже похоже на мечеть. Или это, может быть, старая мечеть. А это новая. Добро пожаловать. Спасибо. Продолжение следует... 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 так трансформатор здесь есть мост видимо речка протекает мы походу вернулись в сторону школы здесь так как вижу там футбольное поле большое воды нет все пересохло на футбольное поле есть кабеля от казах телеком сказали здесь вот вблизи находится двухэтажное здание там акимат а вот оно двухэтажное здание наверное бывшее здание конторы и здесь вот рядом коспочта находится с левой стороны республика куна тюрьма без ничказан как говорится хорошо что будний день приехал а то в акимате никого не было бы вот получилось в акимате узнать что куктерик это касса шаган аудан микрорайон то есть он как бы отдельно стоящим а он не считается и полностью относится к малобай также сказали за куктериком есть вот раф сервис где люди катаются на рафтинге как я ранее говорил вот и здесь вот мало бы есть вот такой памятник большой очень такой красивый много имен тоже здесь напротив здесь памятник строится новый дом двухэтажный такой красивый тоже большой вот территория парка а ну это в целом вот на территории парка находится памятник тоже вот вечный огонь воинам и односельчанам погибшим в великой отечественной войне и с левой стороны тоже здесь вот именно вот с этой стороны тоже немножко неудобно они этот золотистый фон сложно читается а здесь имена немножко уже стерлись некоторые уже не разобрать под определенным углом а касса отлично читается здесь дальше здесь уже идет территория парка есть футбольное поле в клетке вот такая детская площадка брюк и вот такая фитнес-площадка еще но здесь даже если касса автомойка он там вот небольшая автомойка сама мойка я так понимаю самообслуживание предлагаю налево уйти вот по улице сабирова там где-то магазины были хочется что-нибудь покушать даже есть вот такая шашлычка вернулся к тому зданию которое заброшенное мы не продаем табачные изделия лицам молодой снасти и там еще код рисунок есть купил в ауле лепешку 207 в тенге розыбакиев кучаса жума беков кучаса и талом нердит аур месяц парикин еще одна мечеть так по крайней мере отмечена на карте в целом походу так есть по ходу в данными тети идут ремонтные работы меняют окна двери непонятно работает нет кажется она закрыта ну старая мечеть прям больше похоже на дом чуть до дверь закрыта еще идут ремонтные работы сказали что мечеть очень старая сперва появилась она потом уже построили другие мечети можно сказать что в ауле получается 3 мечети но на данный момент действующая только одна а эту мечеть ремонтируют сказали уже в этом году закончат в целом до асфальтированные улицы очень даже радует большинство таких вот в плане основных улиц они асфальтированные ухо сколько здесь кукурузы валяется он на земле по ходу кормовая кукуруза вот выехал на окраину аула здесь какие то есть тоже объекты склады там вот отгружают кукурузу к примеру и сейчас хочу вернуться на трассу которая вот чуть выше аула и предлагаю потом посмотреть аул сверху сверху и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раван, посуда, вещи Также еще проехали На Зугум магазин Нулевой километр Субтитры сделал DimaTorzok Уголь уже, видимо, покупают люди Готовятся к зиме Газа в этом ауле еще нет Газового в труб не видел На карте отмечено как кафе Но походу временно не работает Субтитры сделал DimaTorzok И потихоньку выезжаем из аула, я так понимаю Рядом находится аул Хусейн Бижанова Конец населенного пункта Малабай Аула Рахмет Сау Буланазар Спасибо и до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok